Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выходы из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. На связи столичное управление МЧС. В студии Александр Попко. С начала года минские спасатели совершили 2500 выездов на пожары в столице, на которых погибли 28 человек. 53 человека спасены. Минск чрезвычайный. 12 декабря в Октябрьском районе на втором Брестском переулке горела бытовка. О пожаре по 112 сообщил сосед. Он же и пытался справиться с огнем самостоятельно, однако это ему не удалось. Как итог, огнем повреждено имущество металлической бытовки на площади 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. В воскресенье вечером в гаражном кооперативе «Западный-1» по улице Масюковщина горел легковой автомобиль «Кио Рио» 2016 года выпуска. Со слов водителя, он заехал в гараж и хотел уже уходить, как увидел дым из-под капота. Огонь быстро разгорелся и охватил имущество в гараже. Мужчина рассказал, что двумя днями ранее было установлено газовое оборудование на авто. Возможно, это и связано с возгоранием. В этот же день, около полуночи, спасатели мчались по адресу улица Короля, 18. В одной из квартир дома – пожар. Когда работники МЧС проникли в горящую комнату, то обнаружили хозяина квартиры в бессознательном состоянии. С ожогами тела и отравлением продуктами горения мужчина был передан бригаде скорой помощи, которые боролись за его жизнь, но, к сожалению, безрезультатно. Предполагаемая причина трагедии – неосторожное обращение с огнем при курении. В завершении, в рамках акции МЧС «Безопасный Новый год» хотим напомнить вам об опасности использования пиротехнических изделий и новогодней иллюминации. Приобретая эти товары, убедитесь в их качестве и ознакомьтесь с инструкцией. Ну а чтобы новогодняя ель не стала новогодней неприятностью, вы можете вспомнить правила ее безопасной установки в мобильном приложении МЧС «Помощь рядом». На этом все. С вами был Александр Попко. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.